всем привет мои дорогие подписчики продолжаю себе обзоров на этот раз у нас обзор снова обзора американского рациона американского рациона меню 19 вот так выглядит все это дело американский 19 и я думаю мы начнем с распаковки потихоньку мы приближаемся к концу обзоров американских рационов в 24 меню я буду делать обзор с леса то есть я вам хотел показать как можно использовать эти zip мешочки как можно использовать основную эту упаковку основных каких ситуациях она пригодится и как пользоваться химическим изогревателем в общем начнем распаковку рациона 19 мы уже знаем здесь сверху есть такой вот язычок благодаря которому теоретически не только теоретически но и практически этот пакет можно открыть руками в этом пакете присутствует дополнительная упаковка я спрашивал почему и один из подписчиков написал что это дополнительная упаковка для того чтобы можно было снять основную и вот это вот положить в разгрузку то есть меньше бы место занимало и можно было легко попасть внутрь скажем так мелочь по вытягивать для для перекусов каких-либо здоровье так ну как всегда у нас тут основное меню не основной и так далее давайте к наверно расскажем об основном что новое короче без понятия что это такое похоже на вишни с вишни с чем-то это у нас основное так какого напиток у нас есть у нас есть такого тоже еще не видел кетчуп это у нас горчица это у нас два хлебца такие сыр растворим мягкий сырок у нас крещу будет какая-нибудь вкусняшка до шоколадный пирог я не знаю стоит ли останавливаться на мелочевке думаю что это стоит потому что здесь я больше напитков я особо не видел вареная резинка и подушечки напиток на трасс лимон лимонады без сахара он то есть я не знаю бывает ли солдаты сахарным диабетом в общем это без сахара влажная салфетка сухая салфетка и одеванная соль кстати а нет групп два напитка один сухой один гакал уже полегчало ну вот в общем я разложился давайте наверно начнем с напитков ну какао зип-мешочки можно прям здесь внутри развести протесты она растворится и выливать ну я его высыплю в стакан чтобы было видно как она выглядит до разведения кстати заметно количество его гораздо больше чем во французском рационе и она выглядит посетили я думаю что здесь все таки гораздо больше сливок и присутствует сахар видно маленькие крупенькие сахара и я разведу еще методический напиток от лимон тут его конечно очень мало но этот именно концентрат сходит концентрат именно напиток сам со составляющая без сахара очень легко растворяется если растворился уже без остатка очень сильно напоминает выжатый лимон свежий выжатый лимон не хватает немножко дают мякоти так по вкусу чуть сильно напоминает лимон оставлю немножко в сторонке это москакал устроиться немножко хуже я уже говорил вот он не нравится вкус гораздо больше более такой насыщенный вкус ну давайте я открою сначала мелочевку мелочевки здесь немного это шоколадный тортик а это печенька смотри какие большие кусочки шоколада ну вся перелома в общем такая она и была мне интересно с этим большим пакетом побегать еще на марше в разгрузке если он будет лежать то по моему отсюда вообще можно будет порошок ложечкой вычерпывать здесь немножко не подумали производители у нас должны быть два хлебца кстати есть такие же пакеты только там один а вот у этого написано два два вот таких хлебца они немножко потоньше чем те которые по одному я предполагаю что это все таки для того чтобы именно нужно было сыр нанести сейчас мы его откроем сейчас мы его откроем я уже говорил он такой довольно таки твердый такой по сравнению с тем плавленым сырком который я знаю с россией еще ну очень вкусно классно очень вкусно 45 ну вот на этих вещах я сына не буду я думаю все уже знают прекрасно как они и для чего они вот эти две вещи мне очень сильно интересуют давайте немножко вставим то есть это вот вишня мусс какой то я не знаю что это такое компот кисель но выглядит конечно ужасно цвет и выглядит конечно удастся но посмотрим сейчас я не знаю что такое сильно пахнет вишней это похоже на какое-то печеное используя какие-то блюда которые именно американские это блюдо это одно из них что национальная кухня для меня это неудавшийся яблочный пирог такой пирог не забыть добавить муку не очень вот эта штука была ну и сейчас мы приступим к основному меню я предполагаю что здесь такая будет мясная котлетка последний раз она была очень вкусная посмотрим какая будет на этот раз может быть это не такая такая же это одна из тех же котлеток в общем она из фарша то есть не цельный кусок мяса из фарша сделано видно он перец здесь тоже видно что перец есть немножко вкрапления зелени сверху вот видно что зелень существует она острая то другая была не такая острая но очень остро и панеру этот же панеру перец вот именно вот это вот составляющие делают ее остры в общем то же самое что и так от которого до этого по моему даже восемнадцатом меню очень остро но видимо для этого все таки как-то вот как усилитель вкуса все таки туда две чаще потому что обычно горчица что в европе даже та которая острая должна быть она все таки не настолько острая насколько мы знаем с россией думаю эти две вещи я их не буду сказать кетчуп все пробовали горчицу хайнс это еще мильд это средний такой остроты вот что-то быстро у нас кончился меню это легкая версия этого меню было чем каретку разрывать не буду вот это вообще ужасная фигня это с голодушью можно есть а так чувствуется что вишня есть все остальное какой-то миш-маш такое чувство что круто это уже ел и срыгнул ну все будьте со мной ставьте лайки подписывайтесь и ждите следующих обзоров ближайшее время я думаю что я еще сделаю еще один обзор на французский рацион без дела буду строить американский потом будут аварийные рационы немецкие аварийные рационы и начнутся немецкие меню немецкие по всего хорошего ставьте лайки пока